Если вы ищете что-то жизнерадостное, солнечное, позитивное, поднимающее настроение, обратите вот Aroma 26 от Sisters Aroma. Приветствую всех, кто заглянул на мой канал Роскошные Ароматы. И в сегодняшнем видео я хочу поговорить о такой марке парфюмерии, Sisters Aroma. Эта марка представляет себя как марка нишевого парфюма. Я о ней узнала чисто случайно, когда смотрела видео одного блогера и услышала об этих ароматах. Конечно же, стала гуглить. Блогер, который я смотрела, живет в Москве. И, насколько я понимаю, там немножечко проблематично достать эти ароматы, и они намного дороже, чем в Украине. В Украине они продаются в любых интернет-магазинах. Представлены они, видите, вот такой эко-коробочке, где написано «Фирма». И у них нет названия, у них идут ароматы по цифрам. Там 1, 4, 15. Вот я заказала Aroma 26, то есть аромат номер 26. Уже здесь я приближу камеру, чтобы вы увидели ноты немножечко нестандартно. Начнем с нот. Здесь очень много нот. Начально это айва, кардамон, шафран, яблоко. Сердце, гвоздика, ладан, тулуанский бальзам. И ноты базы. Амбра, белый кедр, бобы тонко, ваниль и мускус. Когда мы открываем эту коробочку, сейчас я ее открою. Вот она так открывается. Здесь вот такая бумажка, но видела в некоторых отзывах, что раньше вместо бумажки было такое, как сено искусственное. То это, конечно, было намного краше. Но, тем не менее. И вот такой вот бутылек. Бутылек классический, обычно такой круглый. Ноты также здесь написаны. Крышечка мне нравится. Я не знаю, дерево или пластик. Но она такая, не очень тяжелая, наверное, пластик. Но сделана под дерево. Аромат такой яркий, желтый, солнечный. И на самом деле он такой же солнечный и в жизни. Почему я выбрала этот аромат? Ну, как-то блогер, которого я смотрела, очень нахваливала именно 26-й, что уже несколько от Левантова она прикупила, что он очень классный. Итак, на какой же аромат похож аромат номер 26? А схож он с ароматом Ксержов Дольче Амалфи. Когда я покупала этот аромат, я с ароматом Ксержов не была знакома. Видела только бутылочку, почитала о нем. И действительно, многие ноты совпадают вот этого аромата и аромата Ксержов. Но когда я попала в магазин, где был в наличии Ксержов и затестила, но не одновременно с этим, да, действительно, есть схожесть. И это неудивительно, что они похожи, поскольку, если вы посмотрите пирамидку этого аромата и пирамиду Ксержов, они идентичны. Они идентичны. И действительно схож с этим Ксержов, который я затестила уже после покупки аромата номер 26. Они действительно схожи. Что касается этого аромата, аромат прекрасен, аромат интересен, очень вкусный, конфетный, немножко жвачный. Не могу сказать, что девчачий абсолютно нет. Единственное, что не очень шлейфовый, то есть шлейфа я как такового нет. То есть иногда бывает, что аромат не очень заметный, но когда вы пройдетесь, после вас остается шлейф. И даже когда вы вышли из подъезда и зашли в подъезд, вы чувствуете этот аромат. Я имею в виду, если это прошло за пару минут. С этим ароматом такого у меня не случается. Но если человек находится близко к вам, то аромат будет слышен. Он действительно классный. Ну, если еще учитывать то обстоятельство, что цена в 5 раздешевле к Сержову, то я думаю, что, ну, тут уже как бы каждый выбирает себе сам. Еще хочу сделать такое небольшое отступление. По схожести. Так как здесь в начальных нотах Айва этот аромат, ну, не могу сказать, что вот схож, но, кстати, на процентах 50, наверное, схожесть есть. С Марк Бакстон, Слиппит Бэд Гауст, Спящий с призраком. Он у меня тоже есть в наличии. И вот звучание такое же, вот такое Айва, тоже жизнерадостная, такая веселая, солнечная. Если, например, пшикнуть их, ну, как бы один, в один день, второй во второй, то кто-то даже скажет, опс, почти одинаковые. Но если, конечно, одновременно их носить, отличия немножко будут. Поэтому, если Марк Бакстон, Спящий с призраком, вам нравится, то этот, я думаю, также понравится. Итак, об аромате. Как я сказала, здесь уже нот очень много, Айвус слышно очень хорошо, прекрасно. Яблочко, да, кто знает яблоко Ивроша, помните, такой давнишний-давнишний аромат, кстати, тоже мой любимец. Не знаю, сколько бутыльков я использовала. Тоже вот такой отголосок вот того яблочка, карамельного Ивроша здесь есть, поэтому яблоко есть. Насчет гвоздики Лада, наибальзам, не знаю, не слышу я их. И бобы тонко, ваниль, скорее всего, да. А вот кедр, ну, не слышу я здесь, также древесный хнот. Хотя, когда аромат уже уселся, небольшая такая древесность, ну, я бы сказала, даже не дерево, а вот опилки, да, когда где-то что-то там пиляет, и вот такой запах небольшой, опилок на траве. Вот опил, ну, как бы, запах вот этих опилок присутствует. То есть, небольшая какая-то древесность все-таки есть даже, возможно, хвойность. Аромат классный, в том плане, что он всесезонный. То есть, летом, ну, не в такую прям жару-жару, и когда большая влажность, наверное, он не подойдет. А в такое теплое лето, в теплую погоду шикарно. Зимой, мне кажется, тоже будет и холодной осенью согревать. Ну, может, надо будет больше пшиков наносить. То есть, он такой, знаете, сладкий, солнечный, позитивный, но в то же время он какой-то такой, знаете, легкий и свежий. Но не свежий, такой, как водные ароматы, да, или акватические. А вот такая фруктовая свежесть. Он вроде бы и фруктовый, но в то же время не удушающий. Нет вот этой душности, какого-то варенья, или какой-то цветочной пыльцы. Он такой деликатный в этом плане. И, как я сказала, все-таки присутствует небольшой, не древесость, а вот какие-то опилки, либо хвойность, а может какая-то пряность. То есть, она такая абсолютно легкая. Очень классный. Первый пшикарно, такой очень яркий. Такой кажется, ой, все, дальше будет раскрытие, я задохнусь. Нет. Потом он становится нежнее, мягче, загадочнее даже, я бы сказала, появляется вот эта пряность, деревяшистость. И уже, когда аромат уселся, он уже звучит тише, тоньше, но не менее красиво. Поэтому, если вы гоняетесь за какими-то супердорогими нишевыми ароматами, но в то же время не имеете возможности прикупить множество этих ароматов, обратите внимание на Систерс Арома. Я еще там хочу некоторые ароматы потестить, но, по-моему, не знаю, есть пробники или нет, но как-то я не обратила внимание на это дело. Сразу скажу, когда я его получила, я ничего особого не ждала как-то, но когда вот с первого вдоха, с первого затеста, обалдела, целый день ходила и вот это запястье просто к носу подносила. Сладость, которая здесь присутствует, она, знаете, она не совсем традиционная. То есть, это как бы, вот если здесь действительно айва и яблоко, то это даже не варенье, которое, знаете, уже варится полдня и туда бросили уже 10 килограмм сахара и уже кроме сахара ничего не чувствуется, а действительно вот айва, яблочко, которое немножечко как бы припустили на огне, без всякого сахара они издают вот этот такой вкусный, красивый аромат. и при этом присутствует вот пряность, для меня вот какая-то хвойность, пряность в самом конце, а средний нот все равно какая-то деревяшистость и хвойность какая-то, знаете, вот как в каком-то лесу. Зимой, я думаю, это будет просто божественная находка для зимнего дня, осеннего, холодного дня. Ну и сейчас я, вы знаете, иногда пользуюсь им также с большим удовольствием. если у вас нет возможности потестить аромат 26 от Систерс Арома, то я этот аромат также распиваю. Все мои ссылки на распивы, все мои ссылки на сайте распива, а распиваю ароматы на сайте Кремчик и на сайте распив. Также есть у меня отдельная страничка в Инстаграм сугубо по распивам. Все они в инфобоксике, переходим и можно этот аромат заказать на пробу от 1 мл. Но аромат шикарный, конечно, шикарный. Если вы знакомы с ароматом Ксершов Дольче Амалфи и Маркс Бакстон Слиппинг Вит Гоуст, вот, ориентируйтесь по вот этим ароматам, они очень схожи, поэтому для любителей предыдущих двух ароматов этот, я думаю, также станет мастхевен. Учитывая цену, то, я думаю, 100% станет. Итак, вот такое вот видео у меня получилось об аромате Арома 26 от марки Систерс Арома. Если у вас есть какие-то другие ароматы этой фирмы, то, пожалуйста, напишите в комментариях, с какими ароматами они у вас ассоциируются, действительно ли есть ли схожесть 100% или 50% или 75%, какие они по стойкости, стоит на них обратить внимание или нет. Если вам видео понравилось, то ставим пальчики вверх, также подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. На сегодня всем пока-пока и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok